Всем привет, интернет, снова вы, снова я, снова посылка и на этот раз снова с Hi-Fi наушниками и да, снова с AliExpress. Эти наушники от компании, посмотрите как хорошо запакованы, пришли в целости и сохранности, от компании EPZ модели K1, которые примечательны двумя моментами. Первый момент, куча прям таки не то, чтобы хвалебных отзывов на AliExpress, а целых от качества звука этих наушников. Ну а второй примечательный момент я озвучу сейчас во время обзора. Итак, друзья, EPZ K1, вот так выглядит лицевая часть, но больше интересна задняя часть упаковки. На задней части упаковки, кроме модели наушников, обозначены все их характеристики, плюс нарисована АЧХ настройки этих самых наушников. Так, ну а внутри, друзья, у нас коробка не менее содержательная, чем снаружи. Собственно, два наушника, вот так посмотрите, как оригинально китайцы оформили в виде сердечка комплект. Кучка различной макулатуры, в том числе для тех, кто вдруг внезапно не может разобраться. А таких у меня в комментариях оказывается очень много зрителей, как правильно вставлять наушники в уши. Нарисована схема того, как это правильно делается. Я же говорил вам, что внутри комплект не менее содержательный, чем снаружи. Еще кое-какая-то макулатура, мягкий мешочек для переноски и, обратите внимание, двойной комплект амбушюр. Амбушюры двойные для максимальной звукоизоляции и одинарные, те, которые белого цвета. Причем, смотрите, вот такое я вижу впервые. А вот так вот не хотите ли? У меня идеально, как правило, в ушах сидят амбушюры среднего размера. Но сейчас посмотрим, насколько идеально сядут. И так ли хорош звук этих наушников, как описывают его на Алиэкспресс. Собственно, сами наушники с отсоединяемым кабелем. Кабель четырехжильный, посеребренный, со встроенным микрофоном. То есть, можно использовать эти наушники, собственно, как наушники, так же и как гарнитуру. Кабель 1,2 метра длиной, с четырех пиновым штекером, стянутый фирменной велкорастяжкой. Сами наушники поставляются в нескольких цветовых решениях. Четыре, если мне не изменяет память, классического черного нету. Ну, из того, что было, мне понравились вот такие вот фиолетовые. Фиолетовые, с блестящими серебряными вставками, таким серебряным снежком. Выполнены из пластика. Ну, как выполнены из пластика? Китайцы пишут, что трехмерно напечатаны из смолы. Ну, это такой, вольный машинный перевод с Алиэкспресс. Я думаю, что действительно трехмерно смоделированы. Единственное, в чем я могу ошибаться, так это то, что не пластика, а действительно какая-то эпоксидная смола. Как бы то ни было, полупрозрачный корпус, анатомическая, эргономическая форма, металлический коннектор, звуковод-воздуховод к амбушюрам, прикрытый, если меня не обманывают сейчас глаза, также металлической сеточкой. Чем примечательны эти наушники, так тем, что несут, опять же, если верить китайцам, глаза мои плохо сейчас могут рассмотреть внутреннее содержимое, несмотря на то, что они просматриваются, так тем, что несут два драйвера. Один средне-высокочастотный и один низкочастотный. Насчет посадки, дамы и господа, скажу, что в ушах сидят очень плотно, действительно очень эргономично, и такое ощущение, что для 3D-моделирования формы этих наушников использовались ничьи иные, как мои уши. А по звуку скажу так, эти наушники явно не понравятся любителям басов, потому что басов тут немного, и я бы даже сказал, что их немножко недостаточно, хотя они резкие, четкие, очерченные и нерасплывчатые, то есть такие, как мне нравятся. Очень хорошо проработанные высокие частоты, прям замечательно. В некоторых местах даже чуть-чуть они подвыпирают, но мне так нравится больше. И нейтральный, хороший, четкий, средний. И в целом я бы не согласился с одним из отзывов на Алиэкспресс и не назвал бы звук этих наушников сбалансированным. Хотя он в большей степени нейтральный, но мне кажется с уклоном в очень хорошую четкую проработку высоких частот. Меня он вообще окунул в мое детство и напомнил мне звук моих теплых ламповых радиотехника S90. В общем, как понимаете, мне пришлись по душе. На этом с ними все. Ссылка на них, как обычно, внизу в описании под видео. Всем удачи, всем пока.